Мои руки – это мои глаза. Я и дома, и на работе смотрю руками. Ирина Гордеева мечтала стать юристом. Окончила техникум экономики и права, но подвело зрение. Ведь окружающий мир – большое светлое пятно. Недуг не стал преградой в самореализации. С 1985 года Ирина работает на предприятии «Автоконтакт». За день может собрать до тысячи фонарей для автомобилей. Движения отточены до автоматизма. Не хватало лишь объема заказов. Очень много было заказов. Это было все с 1985 года по конец 2000 года. Но с 2000 года произошел упад объема работы. И заказов очень стало мало. Ну вот в связи со сменой руководства сейчас у нас возрождается предприятие. Положительная динамика действительно появилась. Поспособствовал федеральный грант. Его объем на всю Ульяновскую область – 3 миллиона рублей. Автоконтакт смог получить 500 тысяч. Деньги сразу пустили в нужное русло. А точнее – в новое оборудование. Оно поможет в срок меньше чем за два года увеличить объем картонажного производства в четыре раза. Это одно из основных направлений предприятия. Поэтому результат поможет выйти на новый уровень. Зря времени мы не теряли. Смогли параллельно привлечь, пока был запуск, монтаж оборудования, 8 новых потребителей. По объему производства у нас будет более 40 тысяч коробок в месяц. По объему это более миллиона рублей. Сейчас на предприятии трудится около 100 человек, 50% которых – инвалиды по слуху или зрению. Работодатель помогает им развиваться, а не замыкаться в себе. Такой бизнес называется «социальный», то есть направлен на помощь людям с ограниченными возможностями. Совместно с Федеральным центром региона удалось запустить программу поддержки социальных предпринимателей. Грант, который получил Автоконтакт – один из примеров. На сегодняшний день все необходимое законодательство подготовлено. Более того, уже приняты заявки. Мы рассчитываем, что по итогам этой кампании первые пусть 10-15 проектов, но мы сможем поддержать уже не просто мерами образовательной поддержки, мерами, связанными с сопровождением данных проектов, с регистрацией, но и в том числе финансами. Помимо этого в регионе продлены меры поддержки малого и среднего бизнеса. Остаются налоговые льготы и коммунальные субсидии.